В МВД России подтвердили, применение ручных радаров для фиксации нарушений правил дорожного движения временно прекращено. Речь о полном запрете пока не идет. Использовать их будут, но только в исключительных случаях. В чем причина такого решения, выяснял Константин Панишкин. Я больше 70 не ехал, как мне 80 помогло бы? Не правда ли, знакомая ситуация. Остановили за превышение, а водитель уверен, что не нарушал. Отныне и до новых распоряжений придорожные споры закончены. Ручные фиксаторы скорости под запретом. Вот. Сегодня ехал, ни одного гаишника не ехал. Нововведения готовили строжайшей секретности, но слух просочился в газеты. Радары под эмбарго в Ростовской и Самарской областях в Краснодарском крае в Москве подтвердили всю серьезность намерений. Владимир Колокольцев поручил всем территориальным органам МВД России на региональном уровне до особого распоряжения прекратить применение в повседневной деятельности мобильных средств фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Главная причина – борьба с коррупцией на дорогах. Ведь вооруженный таким прибором инспектор лично и нарушителей ловит, и выносит постановление. А значит, и договариваются водителю именно с ним. Они никогда не упрашивают деньги, в принципе. Давят на то, чтобы мы сами предлагали. Вот яркий пример. Гражданский патруль автомобилистов остановился спросить у сотрудников, чем это они занимаются на обочине трассы. Деньги, вдруг вылетевшие из-под машины инспекторов, красноречивее любого ответа. И сколько еще курьезов случалось на российских дорогах по вине мобильных радаров. Не накручивали, накрутили 100 километров. Я ехал на Волге, у меня наверху был холодильник, сзади сидела мама с папой. Я вышел, сказал, вот вышел, говорит, если ты разгонишь мою Волгу до 100 километров в час с холодильником, я заплачу все, что угодно. Ручные радары, так же как и стационарные, работают по единому принципу. Перед двигающимся объектом волны всех типов сгущаются. Авторадар отправляет сигнал к машине с одной частотой, а получает обратно с другой. И за счет разницы вычисляет скорость. Но проверенный механизм на поверку дает серьезные сбои. Нули. Включай. 28. Дай обороты. 60. Мистика, да и только. Другой досадный технический недостаток, целясь в поток, легко промахнуться. Здесь большой поток. Тут даже непонятно, какую машину берешь. Нет изображения, чтобы показать водителю, что это именно его автомобиль превышает скорость. Но главный минус мобильных радаров – любой замер скорости, даже на новых моделях с видеорегистрацией, стирается из памяти устройства одним нажатием клавиши. А значит, может случиться так, что несогласному автомобилисту будет не о чем спорить в суде. Все остальные датчики скорости на столбах, в салонах патрульных машин и те, что вдоль дорог стоят на треногах, продолжат фиксировать нарушения. Но и в МВД добавляют в исключительных случаях, если автоматика не будет справляться, и упраздненные ручные радары можно использовать под личную ответственность местного полицейского руководства. Константин Панюшкин, Ольга Коваленко, Андрей Кириллов, Первый канал.